всем привет дорогие друзья срочно срочно вышла обновка и наконец-то я прям уже с утра такая залезла думаю ну чё обновили нет нет спасибо за комментарии сразу села снимать видос вместе с космокотика не делай затяжки я эту обнову ждала как никогда прежде буквально как манну небесную потому что только истории хочется посмотреть дальше что же там будет происходить особенно песня красном ниль конечно дракула история любви хотя знаете мне кажется что финал мы узнаем только тогда когда нет мирак на горе свистнет скорее случится что-то поинтересней когда каждая из нас найдет себе любимого идеального мужчину то есть лет через сто хотя кто знает может это и быстрее случится ладно давайте долго не томите приступим к дракула история любви у нее аж внутри такой мандраж что же интересно там такое как обычно пальчик наверх я от вас жду есть напишите комментарии сердечко вообще будет замечательно и и можете переходить на бусте для того чтобы смотреть самые горячие самые красивые и жаркие сцены вместе с космокотом а так ладно все поехали так открываем обновление я его еще не видел а сейчас вместе с вами посмотрю уважаемые читатели мы с радостью сообщаем что в клубе романтики появились 33 новые головы ваших любимых выходящих историй не пропустите новую историю идеал том 2 я бы не сказала что меня впечатлил первый том ну ладно в этом томе вас ждет смена ролей вместо того чтобы стать главной героиней сезона шоу вы сами попытаетесь завоевать часть сердца своей настоящей любви серия номер 7 кошмар мехмеда точно стоило подождать судя потому как медленно загружается история то ли все сейчас сидят в дракула история любви то ли у меня просто тормозит интернет не знаю что из этого правда ну да конечно начинается вот и снимаем видео как только выходит обнова голова 7 ловушка вода замерзла до самого острова влада больше не было видно за спиной раздался оглушительный звон окно разлетелось в дребезги наше время стамбул владик у нас по льду перебежал да и решил ворваться клали между грохотом осколков и тем как я обернулась прошла доля секунды но в голове успела мелькнуть леденящая мысль что ноя на берегу а значит передо мной мехмедом предстанет настоящий вампир но влад выглядел человеком и только глаза его полностью залила чернота ты забрал ее забрать можно лишь у того кто владеет возомнил себя ее хозяином нет в отличие от тебя когда-то влад какое счастье что ты пришел мне было так страшно здесь что ты творишь мехмед не забирал меня у нас все было хорошо а почему два варианта ответа я не знаю наверно давайте выберем какое счастье что ты пришел хотя на самом деле не знаю вообще я не поняла что произошло в прошлой серии реально ли мехмед нас запер или это не был его план я метнулась к нему и обняла прильнув лицом груди напряженный словно камень он притянул меня к себе порывисто крепко но всего на один миг и тут же отодвинул за спину уткнувшись сзади в его плечо я зашептала уйдем скорее твой истинный облик может проявиться мехмед не должен видеть его влад коротко обернулся и встретился со мной взглядом от бездонной черноты его зрачков по спине побежал холодок стой здесь не шагу сжав ладони до хруста он дернулся вперед вдоль секунды оказался у цели молниеносное движение руки и кулак впечатался мехмеду в лицо измазав его красным я не думала что будет драка я увидела как кровь заливает рот подбородок мехмеда и не испытала ни капли жалости только злость что из-за него влада приходится делать такое а алали у нас безжалостная этот гордец и дальше будет провоцировать он не понимает с какой силой играет и что будет если дать ей волю влад пожалуйста остановись он не сделал ничего плохого только напугал меня своим появлением но это похоже было случайностью мой крик остался без ответа размахнувшись влад нанес второй еще более яростный удар на этот раз мехмеду вернулся и кулак прошел по касательной но этого хватило чтобы его голова дернулась словно тряпичная с усилием отряхнувшись сайдан хрипя вцепился владу в горло тот сделал то же самое они сошлись пытаясь придушить и оттолкнуть соперника на накреняясь в разные стороны а затем повалились на пол стали перекатываться по нему рыча будто звери и со всей силы ударяя их один другого о камни это за бред да прекратите же но они только больше разъярялись в какой-то момент оказавшись сверху влад придавил мехмеда и с ненавистью выдохнул в лицо селена не знает всего как я потерял ее как ты мехмед перебил задыхаясь от злобы и ты не знаешь потому что тебя там не было верно вот почему я больше ни за что не оставлю ее с тобой а что же там произошло то уже какое-то время из двери доносился шум но поглощенное происходящее мне только сейчас обернулась там лео сандра и но и поэтому влад еще в облике человека друзья кричали стучались но дверь не поддавалась я затрясла со своей стороны безуспешно налетел порыв ветра забросил занавеску внутрь и своим затрепал ее стало очень холодно по стенам по пол сыней огни свечей застыли у меня на глазах ярко-оранжевыми ледышками замерзший огонь он тоже стремительно затягивала льдом и мехмет лежавший на нем оказался буквально приморожен закончилась драка как у людей вход пошла темная сила влад приподнялся оглядывая поверженного как тот пытается и не может даже пошевелиться вот так но вдруг пол вокруг них вздыбился волной словно под плитами поползло что-то длинное и крупное от этого лед раскрошился мехмет вырвался и повалил влада на землю едва тот коснулся поверхности как плиты поднялись и сомкнулись вокруг его запястье каменными наручниками а теперь так блин мехмет молодец нет я не за мехмеда просто я думаю он не такой простой он тоже он тоже еще владику то на поддает ветер смешался с новым звуком на этот раз жужжанием она нарастала приближаясь гудела в висках я шагнула к окну но тут внутрь ворвалось черное шевелящиеся облако заставив меня отпрянуть что-то упало на мою грудь рука инстинктивно потянулась туда и нащупала насекомое колючая жесткая я почувствовала хруст его крыльев под своими пальцами что это все облако было гигантским роем таких жуков они облепили мебель стены накрыли гудящей пеленой каждый предмет саранча но она травоядная не может ужали не договорив он дернулся скидывая себя жука на коже остался красный волдырь от укуса и видимо это может крылатые твари заполняли пространство мельтешили вокруг нас норовили сесть на руки лицо и все прибывали и прибывали нет я боюсь насекомых закружившись в панике она толкнулась на руки мехмеда он сдернул свой плащ и накинул на меня ну видите молодец хоть что-то хорошее сделал загрохотали камни влад оторвался от пола и вскочил схватил подсвечник и огни на нем оттаев вспыхнули снова что ты думаешь вазь кто из них хороший кто плохой резкий шаг к нам движение свечами в сторону мехмеда и руки того напряглись готовые дать отпор возьми отгоняй огнем мехмед выдохнул перехватил канделябр замахал им передо мной а влад бросился к двери одним ударом он выбил ее и поток саранчи устремился в открытый проход к нам ворвались друзья отмахиваясь скидывая себя на липших насекомых а влад уже схватил штору и закрывал ею окно а лео подхватил второй край помогая ему давай сюда снаружи в ткань забилась мощная сила но руки мужчин были непоколебимы и удержали поток аккумуляции сказала сандра вскоре занавеска перестала биться гул постепенно отдалялся улетает но и опять в облаке по в облаке палладе в облике лео и влад отдернули штору огромный черный рой и правда покидал башню на миг мы все выдохнули оглядывая друг друга мехмед еще держал одной рукой края плаща на моем плече старичок палладе подошел и бесцеремонно выдернул ткань из ладони оттеснив его от меня современным молодым людям лишь бы руки распускать пользуясь тем что девушка напугана и это представитель уважаемой османской семьи возмутительно но я я не старик стал сам кутать меня в накидку при этом подталкивая к вкладу и отдаляет мехмеда держись подальше от таких лавеласов деточка послушай деда у них сегодня одна завтра другая ни единой юбки не пропустит вообще совести нет не удержавшись я тихонько прыснула ему в плечо но это и своего опыта делишься конечно папочка знает как это работает и предостерегает твой юный неокрепший ум вот это их игра в папочку в доченьку у меня немножко напрягает я не знаю как вас но когда он говорит папочка учета как-то я представляю что отношения у них они у нас с владиком потому что я как-то друзей мальчиков не называют папочка и они не говорят папочка пришел жизнь какая с возрастом он тоже не у всех крепнет не дерзи старшим шагай вперед влад и сам шел навстречу чтобы перехватить меня у но и свои объятия его глаза еще черные одновременно пугали завораживали меня заметив это он направил мой подбородок на себя и впился в губы поцелуем собственно чески жадно с наслаждением владик что-то все больше похоже на эти на странного вампира маньяка а не на того романтичного юношу который ждал ее который ждал ее 500 лет там тысячи лет для того чтобы наконец-таки быть вместе это было так горячо что я вспыхнула в его руках словно щепка но в сердце закрался холодок поцелуй на показ перед всеми не слишком свойственно владу вот я про это и говорю он сделал это только потому что хотел или чтобы уязвить мехмеда и показать тому столь желанная когда-то для шахзаде кузина снова выбрала его самого ненавистного врага мне стало не по себе и отстранилась от влада и повернулась к окну а куда направляется роя саранчи ответ был перед глазами кишащая черная туча двигалась к берегу и вскоре обрушилась на выставку накрыла собой бесценные полотна скульптуры и людей объятых ужасом еще недавно такие элегантные теперь они путались в подолах падали саранча залепляла их лица не давая дышать покрывала села волдырями помогите кто-нибудь кричит женщина почему-то я четко все видела зрение обострилась от шока или воображение само дорисовала но мимика крики весь страх гостей выставки ясно стояли перед глазами больше всего я переживаю за я зря за дерью или что снова творится какая-то мистика но вообще за всех почему нет такого ответа я кстати забыла уже кто такая дерья прошлая серия была сто лет назад за изоля наверное ну что ты облизываешь мою руку голодный он вложил форум столько сил старался сделать его культурным мероприятием несущим мир но уже второй вечер происходит какая-то дикость волны в босфоре тучи плотоядной саранчи посреди мегаполиса а хуже всего что я даже не знаю где азель сейчас не пострадал ли но сколько бы я не смотрела в гудящем хаосе толпы не находила его гости выставки продолжали метаться но бежать было некуда саранча заполняла соседние улицы захватывала дома прорывалась в окна порой при этом не уменьшился а только роз нужно как-то помочь остановить это сандра ты ведь смогла прогнать отсюда часть да но на расстоянии всю тучу мне такое не под силу я обернулась к но и он покачал головой кивнув на влада то для чего я здесь очень энергозатратно сейчас сил не хватит на другое но он помедлил говори пожалуйста любая идея сейчас пригодится лед заморозить насекомых если уже этой силе дали волю использовать ее один раз или пару мне кажется невелика разница а ведь правда и как мы раньше не подумали влад ты можешь сделать это он задумчиво смотрел вдали единственный из всех не выглядел обеспокоенным могу но зачем и правда зачем и мы согласны зачем спасать людей да как зачем там же люди вы здесь а там чужаки народ фатиха этот город им не принадлежит он стоит на крови и костях веками зло отсюда расползалась по нашим землям они сами как саранча уничтожали все а теперь возмездие нашло их меня пробрало до мурашек я не верила своим ушам а может это не влад влад это ты говоришь жители города ни в чем не виноваты им нужна помощь но он оставался безучастным лео кинулся к выходу я на берег сделаю все что смогу влад рассмеялся это был совсем чужой незнакомый мне смех от которого хотелось прятаться так ты ничего не сделаешь кара настигнет их заморозив босфор он прибег к помощи тьмы и теперь она говорит в нем я похолодела боюсь даже представить что будет дальше как вдруг прозвучал голос мехмеда есть способ остановить бедствие но для этого я должен уйти прямо сейчас и забрать вас с собой мисси лена куда в ял и не оставляйте попыток поселить меня в своем особняке нет в другое безопасное место и только на эту ночь в каком смысле на ночь в единственном прямом мне нужно лишь ваше присутствие ничего более обещаю полную защиту и неприкосновенность еще чего забудь лео жал кулаки сандра и ноя были настроены также а влад лишь бросил селена не пойдет с тобой тогда останови их ты пожалуйста и мне не придется никуда идти я шагнула к нему вплотную смотрелась в его глаза они были как пустые колодцы никакого отклика сколько бы я не старалась лишь бездонная чернота нет пусть летят а ты селена не вмешивайся туча насекомых уже полностью закрыла берег а я развернулась к мехмеду пойдемте скорее я с вами я соглашаюсь на это ради влада или потому что уйти с мехмедом это то чего я на самом деле хочу или чтобы помочь городу ради влада наверно мы же все делаем только ради него надеюсь потери меня станет шоком отрезвит его и вернет с темного пути на человечный рискованный ход результат которого вполне мог оказаться обратным но я не знала как еще достучаться до влада это мне было важнее всего сейчас в прошлый раз под влиянием тьмы он был одержим безумен но теперь совершенно ясно понимал что делает оберегал близких но намеренно обрекал на страдания других людей и такое осознанное зло пугало меня в нем гораздо больше друзья удивленно застыли от моих слов воспользовавшись этим я быстро шагнула к мехмеду идемте же прекратите весь этот ужас скорее влад заскрежетал зубами дернувшись к нам леона и сандра кинули следом но меня уже обхватила сзади железная рука пол затрясся ноги подкосились стало темно что за железная рука сначала я почувствовала горячие руки что поддерживали мою спину потом смогла различить над собой лицо обращенное в сторону но кому я не видела так он что-то говорит непонятное кенденегилер артегидем так я не буду читать потому что не понимаю голос ответившего было очень необычным низким вкратчиво шипящим короче он что-то говорит по-турецки и ему кто-то отвечает руки выскользнули опуская меня на подушке мехмед поднялся я с трудом прошептала вы уходите с кем я остаюсь просто знаете вам не о чем волноваться меня снова окутала дымкой когда я окончательно пришла в себя комната была пустой грубые каменные стены окружала роскошная обстановка горел камин на столике ждал щедрый ужин первым делом я проверила дверь она оказалась запертой тогда я подошла к окну комната располагалась на высоте то есть он нас запер в башню в итоге как рапунцель внизу зияла бездна темных вод и виднелись огни города по двум берегам по крайней мере я все еще у босфора мое внимание привлекло небо оно было черным и шевелилось но тучи быстро рассеивалась саранча она покидает город насекомые разлетались по сторонам и исчезали вскоре небо прояснилось открыв взгляду красивую звездную ночь значит мехмед и правда смог прогнать их но на душе не слишком полегчало представляю что сейчас творится с друзьями ведь я похоже просто исчезла у них на глазах кто же мехмед на самом деле зачем я ему здесь и чего ждать дальше мысли и тревог было много а сил мало я решила что-нибудь поесть и направилась к столику мясо выпечка сладости слишком сытно хотелось бы что-то горячее но из овощей ничего подходящего не нашлось я вернулась к окну я оглянулась а на столе стояла новое блюдо горшочек с овощами это скатерть самобранка что ли слушайте прикольно есть хочу и вот и да да на столе в глиняной посуде дымились тушеные овощи баклажан и томаты стручковая фасоль в горячем бульоне с пряным ароматом специи я не удержалась и попробовала это было так вкусно что я съела еще несколько ложек и только потом огляделась откуда они взялись именно овощи кажется я сказала вслух что хочу их кто-то услышал меня нужно попробовать снова поправить на себе одежду я произнесла жаль не во что переодеться в этом так неудобно и нарочно стала разглядывать узор на стене при этом краем глаза следя за происходящим сзади послышался такой же звук по полу скользнула длинная тень резкий разворот и снова никого но на постели лежала новая одежда из мягкой уютной ткани но с дорогим шитьем так мне нравится вот этот вот к наряду прилагалось украшение для волос переодеваться в комнате под взглядом неизвестного и не решилась но обнаружила отдельную умывальню и привела себя в порядок там когда вернулась задумалась неужели мне дают все что я попрошу интересно до какой степени а чего бы я пожелала если бы ограничений не было совсем взгляд на закрытую дверь и идея пришла мгновенно выбраться из этой комнаты роль пленницы хоть и опекаемой меня не устраивала я была уверена что друзья сбились ног в поисках меня если получится сбежать идеально а если нет то я хотя бы попробую пображу здесь осмотрюсь однако было ясно что это желание самые ничтожные шансы на исполнение немного поразмыслив я сказала а теперь хочу получить а теперь хочу получить ключ от входной двери сказав это я сама смутилась от такой наглости конечно ничего не выйдет ну хоть развлеку себя немного здесь я закрыла на всякий случай лицо руками чтобы не спугнуть таинственного исполнителя ожидание в этот раз длилось дольше но вот послышала шуршание затем стихло я открыла глаза и увидела ключ затаив дыхание я вставила его в замок и дверь открылась окованная железом дверь весила вдвое больше меня но ее удалось приоткрыть за пределами комнаты было темно и я замешкалась однако все же решилась и переступила порог стоило сделать шаг как мои ноги что-то коснулась холодная склизкая едва я успела вскрикнуть как нечто обвила кольцом мою щиколотку подобно толстому канату скользкий царапающий жгут лишь обвивался плотнее и я упала пустите мне больно сдавленный крик отчаяния без малейшей надежды что скользкий монстр ему внемлет но внезапная хватка ослабла я смогла выдернуть ступню из кольца спотыкаясь метнулась обратно в комнату и спряталась за кроватью это происшествие стало последней каплей сумасшедшего дня по моим щекам полились слезы но что за что происходит блин класс ладно будем так продолжать тут послышался голос тот самый шипящий что говорил с мехмедом теперь он казался испуганным и с усилием выговаривал слова по-английски не плач играй я подняла голову и увидела перед собой крутящуюся детскую игрушку с веревкой наподобие юлы она была из крашеного дерева но краска почти слезла да и основание изрядно стерлась неуклюже качнувшись юла завалилась на бок и замерла я взяла ее в руки что это почему он дал ее мне словно ребенку шершавое старое дерево было приятным на ощупь и я потерла его пальцами как вдруг что джин сейчас прилетит а мы попали в прошлое двадцатью годами ранее так у меня тут котик лежит мне так неудобно вася блин ну что ты моя тяжелая булочка свет вырубили можно расслабиться девочка спряталась за выступ в стене и закрыла лицо руками из глаз рекой лились слезы плечики вздрагивали от схлипываний теперь она горько сожалела что нарушила запрет проникнув восточный корпус ялы и больше всего мечтала убежать отсюда только от страха не могла пошевелиться послышался странный треск а за ним голос не плачь малышка смотри давай поиграем отлично только салюта нам не хватало до заинтригованная она открыла глаза и увидела перед собой вертящуюся игрушку ух ты топать а кто его раскрутил я тебя не вижу но я здесь и позабочусь о тебе так что бояться нечего голос был приглашенным словно звучал из стены однако показался ей знакомым а ты не злой как я могу это знать если не вижу тебя игрушка остановилась и упала слезы снова навернулись на глаза ильчин я раскручу только не пугайся ладно на стене каменным барельефом проступила лицо и улыбнулась девочки господи а следом вытянулась рука тоже из камней и запустила юлу да вообще не страшно ой ты такой удивительный но хорошо что не тот злой и страшный которого я видела здесь знаю ильчин он тебя напугал но это не от злости а по глупости слишком буквально понял мой наказ вы знакомы у тебя друг чудовище не друг хотя за столько лет в каком-то смысле может и так голос стал задумчивым и печальным значит ты давно здесь живешь а откуда знаешь мое имя я ведь волшебный видишь и знаю все про жителей вашего дома да и других в этом доме в этом городе а игрушка твоя теперь да она раньше была одной девочки очень похожий на тебя такой же веселый непосредственный ильчин улыбнулась от мысли что где-то была такая же девочка как она но вот тебе больше не грустно и это хорошо а теперь ступай не то родители хватится можно еще прийти к тебе да я буду рад только никому не говори про меня ладно даже изелю он не такой как другие мальчики очень воспитанный даже ему у тебя замечательный кузен но ему почти семь а в этом возрасте дети уже рассуждают как взрослые им слишком сложно свыкнуться с волшебством наше время молодая женщина сидела в гостиную перев локти в стол и уронив лицо в ладони из глаз реколили слезы а плечи дрожали от всхлипываний эльчин муж уехал на работу слуги разошлись по делам и это было самое тоскливое время эльчин чувствовала себя очень одиноко в чужом городе единственной отдушиной стали танцы но страх что серкан узнает сводил всю радость от них на нет до сих пор она держалась не позволяла себе плакать но сейчас ей стало совершенно невыносимо одной в пустом доме вдруг послышался треск а потом другой тихий скребущий звук открыв глаза она увидела крутящуюся деревянную игрушку тапач прошло больше двадцати лет но все было так же как и раньше будто время замерло присев эльчин раскрутила на полу игрушку ты здесь я помню тебя она всмотрелась в пустую стену конечно я же не удержалась и разболтала эзелю как ты говорил он не поверил мне став взрослее я и сама пыталась убедить себя что это была лишь детская фантазия но в глубине души знала что все происходило взаправду стена всколыхнулась и на ней барельефом проступило лицо и рука что коснулась плеча гостья да я по-прежнему здесь мне срочно нужна твоя помощь эльчин ты узнала важную информацию окей картинка исчезла осталась лишь старая юла в моих руках если все это правда видение взбудоражило меня к прежним вопросам добавились новые как будто у нас своих проблем не хватало мой утомленный мозг не справлялся с этим всем проведя какое-то время в мучительных раздумьях я задремала меня разбудили легкие толчки в локоть кто это я поднялась в постели все еще была ночь комнату освещал лишь огонь камина никого не было но рядом лежала туба с полотном и моя сумочка с рабочим инструментом это же картина над которой я трудилась в последнее время кто-то выкрал ее из моей комнаты и принес сюда как и для чего на первый вопрос я предполагала ответ а вот второй заставил меня ломать голову руки так и тянулись продолжить реставрацию но мне было боязно оказаться без сознания во власти тех чьи намерения оставались тайной однако сон пропал без следа до рассвета было очень далеко впрочем раз они смогли выкрасть полотно для них уже явно не секрет что со мной происходит во время работы еще немного потерзавшись сомнениями я все же раскрыла тубу и развернула картину солнце стремилась к зениту все больше раскаляя воздух но под навесом роскошного дворца даже сейчас было комфортно у парапета стояли двое они опирались на каменную поверхность наслаждаясь ее прохладой молодая госпожа любовалась панорамой города а спутник украдкой прелестными изгибами ее тело так молодой мехмет что по-вашему самое великолепное в константинополе она посмотрела на него сквозь роскошную пелерину своих темных ресниц лалия босфор искусство архитектура ваш вопрос коварен ведь выбрать одну очень сложно невозможно и все же у меня есть ответ наиболее великолепен тот кто стоит во главе города и всей империи великий справедливый лидер которого обожает народ уважает знать и даже враги как ни одного правителя прежде для меня великая честь благословение быть его же женой чего лали с поклоном присела собеседник гордо усмехнулся ее грация завораживала почтительности восхищения пьянили мехмеда чё за бред он вспомнил как считал лали лишь орудием для достижения целей но цели были достигнуты а ее присутствие смех острый ум стали необходимостью для него приблизившись мехмет обвил рукой и талию глядя в глаза прошептал поговорим об искусстве на супружеском ложе а фу блин какая жесть мехмед не терпеливо потянулся к ее губам но вдруг лалия так вылепила или выскользнула болин да влепила ему по щечину перед глазами взметнулась ладонь щеку обожгло лалина отмыш ударила мехмеда по лицу так что он отшатнулся и упал на пол бессовестный неблагодарный наглец моли всевышнего чтобы мой муж не узнал чем ты платишь за его снисхождение к си к себе дверь загрохотала и лали побежала к ней а вот и он наш повелитель она склонилась перед вошедшим тот улыбнулся и притянул ее за руку в свои объятия влад слава богу я уж думала что это бред какой-то дорогая а с ним что влад почти брезгливо оглядел упавшего лали грустно развела руками послушай милая он твой кузен и поэтому живет здесь но ты не обязана сносить все его выходки если мехмед тебе досаждает только скажи мне ах ты ведь знаешь он мечтал стать султаном покорить константинополь но судьба распорядилась иначе это ты стал правителем самой сильной империи византии мудрым и прославленным как в ней так и далеко за ее пределами царственный супруг нежно перебил ее обведя пальцами вокруг лица только благодаря тебе я достиг всего ты моя счастливая звезда стоило нам пожениться как меня настигла череда невероятных удач я занял престол валахии заключил союз с осланом ставшим правителем румелии а также с искандером мы объединили наши народы освободились от османского ига потом и константинополь стал нашим а меня избрали общим лидером это не моя заслуга к успеху привели твой характер честность принципиальность я просто была рядом ребят это какой-то бред по ходу да кто-то глючит бредит или что потому что ни то ни другое на правду не похоже поверь это самое главное благодарю любимый но мехмет после всех неудач он совсем потерял себя и частично рассудок иногда на него находит мнит себя великим султаном завоевателем но забота о родственниках особенно юродивых это семейный долг мне приходится выполнять его вот в это поверить можно да челкнутый мехмет мехмет с трудом вырвался из захвативший его агонии и открыл глаза его лихорадила это кошмар просто ужасный сон 18 октября 1448 год мы чё по всем датам сейчас пройдемся он нащупал ковшин и сделал несколько жадных глотков остатки воды вылил на лицо размашисто умывая ею свое лицо но это не успокоило его сердце бешено колотилось мысли метались словно в бреду а вдруг этот сон вещей знамения вроде тех о которых говорил отец именно так все случится если по дешах вы дослали за влада ему она принесет победы поможет добиться того о чем мечтал я ведь во сне также говорилось о судьбе аслана а отец как-то упоминал что парень из рода болгарских царей значит и правда может стать правителем что если это было пророчество аслан и влад будут править а я стану юродивым родственником приживалой мысль буквально вывернула все его нутро этому не бывать пойду к отцу сейчас отговорю потребую сделать все только бы шатаясь в горячке и ярости мехмед вышел из шатра лагерь падишаха располагался на противоположной стороне и путь к нему занял время но дорога и свежесть осенней ночи не привели шахзадев чувства подойдя к палатке султана он остановился пытаясь унять бившую его дрожь и вдруг увидел отца султан разговаривал на улице с двумя посетителями спасибо что пришли не хотел вас будить но вы не разбудили падишах да мы не спали хорошо ко мне тоже не шел сон я все думал вы влад очень похожи лицом на отца и это может сыграть нам на руку когда начнутся бои значительная часть войска союзников валахии многие офицеры знали вашего батюшку в лицо и увидев вас вероятно поймут что перед ними его сын это может изменить ход битвы в нашу пользу ведь как я говорил вы законный претендент на престол а владислава многие недовольны но не будем забегать вперед сейчас важно вот что если мы хотим чтобы наследника влада второго узнали вы должны выглядеть как сын господаря и будущий король нынешний наряд для этого слишком прост так что я велел подобрать вам новое одеяние прошу вас ай вот теперь влад будет выглядеть как во сне 46 алмазов и волосы распустили прям красотка красотка влад а безусловно теперь вас видно царскую кровь благодарю падишах надеюсь я стану достойным сыном своего отца султан внимательно оглядел его кстати по вашему вопросу насчет лали не знаю сообщила ли она но я дал согласие для наследника султана было нестерпимо смотреть насколько ласков отец с этими двумя как одаривает их возвышает но последние слова для мехмеда стали последние капли переполнивший чашу он дернулся вперед а внезапно замелькали вспышки послышался лязг железа и топот и чей-то отчаянный крик в рак атакует нападение спасайте падишаха из палаток повыскакивали сонные бойцы ища в потемках оружия охрана подхватила пожилого правителя под руки чтобы увезти в укрытие но он заметил сына мехмед за мной я не прятаться сюда пришел а воевать нападение на правый фланг там подчиненные мне части им нужны руководство и помощь я должен быть там тогда аслан влад ваша конница тоже справа сопровождайте мехмеда будьте рядом защищайте во что бы то защитим я помню о своей клятве падишах султан благодарно кивнул и поспешил за охраной а влад с асланом подняли мечи и щиты закрыв собой мехмеда вперед шахзаде мы поможем пробиться секунда промедления мехмед встрепенулся они втроем бросились бежать сначала на пути попадались только свои но вскоре показалась зона где шел жестокий бой грохотали мечи трещали щиты и копья люди падали на земь десятками кровь лилась рекой венгры вклинились в центре османского лагеря разделив его надвое эти перестаяли стеной не пуская бойцов слева на помощь к правому флангу идти на пролом самоубийства нужно в обход спустимся ниже к реке обойдем через камыши спуск был крутым влажная глина скользила под ногами хлипкие кустики за которые хватались руки тут же рвались но наконец показалась вода аслан шагнул в нее первым подставив руку мехмеду сюда ну конечно мехмед же он не может сам пройти ему ручка нужна от мужчины тот проигнорировал помощь и спрыгнул сам а спрыгнул я буду прикрывать сзади дальше шли цепочкой от ледяной воды сводила икры ступни утопали путались в вязкой тине аслан остановился думаю мы обошли достаточно тогда пора выбираться наверх послухшись у шорох в камышах что-то блеснуло из зарослей вывалились трое с клинками и сразу пустили в ход назад аслан отскочил отражая удары позади захлюпала обернувшись мехмед с владом увидели еще четверых мы окружены они и правда оказались в кольце бежать было некуда только биться и не на жизнь насмерть молодые люди ринулись на врагов ляск треск всплески бой выходил совсем неравным трое нападающих на аслана подвоя на влада и мехмеда вода по колено вязкий ил у тех кто в реке и пусть слякотная но все-таки почва у атакующих суши даже несмотря на это аслан вскоре поверг двоих нападавших оставшись лишь с одним на да влад нарочно уводил своих соперников в заросли рассчитывая что там густые камыши ограничат их движение мехмед сделал несколько выпадов и пронзил первого противника да тот упал навзничавших зэдэ продолжил атаковать второго удар еще удар в какой-то момент оглянувшись он увидел что раненый им венгер качаясь встал и приблизился к владу готовый вонзить меч тому в спину мехмед замер с его позиции один точный удар так легко спас бы влада а крик хотя бы предупредил но недавнее помутнение нахлынуло на него с новой силой сын султана сжал челюсти борясь самим с собой в голове пронеслись картинки да блин спасибо чертов мехмед опущенная голова скорбное лицо мне жаль лалихатун ваш друг пал в бою как герой о какой же соблазнительной сладкой была эта перспектива и в какой момент возникла словно подарок небес или напротив искушение однако принять решение шикзэда не успел аслан метнул свой меч и точным ударом сбил венгров с ног молодец аслан влад обернулся подхватил спасительный клинок и перекинул обратно аслану попутно бросил взгляд на мехмеда козел блин он понял что я видел угрозу и не помог конечно блин тварина ё-моё соперник воспользовался его замешательством и прыгнул на шикзэдэ резко присев тот избежал ранения но скользкий ил подвел нога ушла в сторону мехмед покачнулся падение стоило бы ему сейчас жизни он схватил рукой воздух в поисках опоры и это увидел влад конечно мы поможем мы же не тварь блин дрожащая которая бросает друзей в беде влад вытянул руку и крепко сжал ладонь падающего отернул его наверх помогая встать ты мне да блин придурок мы обещали султану уважение во дворце повысилось мехмед растерянно кивнул тем временем аслан уже хотя знаете можно было его там бросить и все история бы закончилась наконец таки тем временем аслан уже разделался с последним соперником подбросил в руке клинок чтобы ухватить рукоятку удобнее но меч вдруг завис на секунду в воздухе а потом странно извернувшись полетел в кусты а это что почему у нас старик словцом слов слов и снов появился слепец схватил трофей прижав его к груди нет отдай аслан выскочил на сушу но едва оказался возле стырька как перед глазами помутилась юноша перестал что-либо видеть земля под ногами провалилась аслан полетел куда-то вниз в пустоту держись влад бросился следом и прыгнул за другом в яму ловушку ой что это так что это за странный мужик так а следующая серия вышла или нет не могли же они одну серию только выпустить а восьмая серия вышла все отлично ребят шикарно просто замечательно я уже думала что одну серию только выпустили ладно я видео разделю на две части короче я просто я в ужасе от влада я не понимаю что происходит с владом нынешним если влад в прошлом был добрым спасал мехмеда хотя он его ненавидел был искренним таким классным в которого можно прям влюбиться с которым можно знаете хотеть жить хотеть строить какую-то будущую жизнь и смотреть на него как на прекрасного правителя то влад современный в этой серии по-моему либо слетел с катушек либо это вообще не он что это за каменная стена блин это конечно вообще просто галлюциногенный бред я не знаю может создатели уже не знали что придумать давайте просто бахнем какую-то стену лицо из стены каменное которое влазит и играет с девочкой раскручивая для нее юлу что я походу не тот чай пью надо что-то покрепче и их метод нехмед это у меня конечно по-прежнему вызывает какую-то агрессию и раздражение потому что кажется просто эгоистичным придурком но как ни странно он спас людей на выставке то есть он не махнул на них рукой типа ах ты это какие-то эти крысяне кривозубые вообще нахер мне нужно их спасать нет он это сделал он сказал лале пройдемте в башню и мы спасем всех короче не знаю какая-то шиза конечно но надеюсь в следующей серии станет чуть более понятно ну а финал видимо увидят уже наши дети потому что я сомневаюсь что в ближайшее время выпустят все оставшиеся серии хотя кто знает кто знает может и выпустят только на этом и держимся ладно ребят спасибо большое за то что посмотрели напишите что вы думаете по поводу мехмедика владика наших дорогих котяточек блин я так ждала этого продолжения я немножко расстроена потому что влад какой-то странный что-то странное происходит я не понимаю может эта история как-то уже вырулит к своему нормальному продолжению завершению там или еще к чему-нибудь я очень надеюсь конечно что в следующей серии нам расскажут о том что случилось с лале как на самом деле все было и мы уже со спокойной душой пойдем к следующим игровым новеллам и оставим в покое дел или или будет дел 2 где про детей лале и влада будут тоже какие-нибудь мистические рассказы придумывать но это уже для наших внуков потому что потому что мы это вряд ли уже увидим но если только нас не укусит влад ладно ребят спасибо за то что посмотрели космо котик там сидит ладно не буду его показывать в общем спасибо всем до встречи пока-пока пока-пока и пока-пока пока-пока не укусит не укусит не укусит вotte